Пройдемся по этому, как называется, по домашкам, а потом уже перейдем ко второй части. Так, ты здесь, что-то никого не слышу. А мы просто звуки все выключили. Включить, да? А, нет, если вы сделали домашки, то вы, получается, можете мне этот... Вот здесь этот, да, файл нельзя отправлять, да? Нет, можно, кажется. Да, если у кого-то этот файл сохранено, вы можете сейчас скидывать, пока все собираются. Я этот немного пройдусь и комментарий оставлю. И можете, пожалуйста, эту презентацию еще раз включить, продемонстрировать, и я оттуда этот буду тоже некоторые примеры приводить. И, уважаемые участники, если вы сделали домашнее задание по Таргету, то можете, пожалуйста, в чат скинуть файлами, я тоже проверю, мы все обсудим. Продолжение следует... Так, если нет домашек, то давайте тогда это, да, включим презентацию. У нас вы можете включить. У нас вы можете включить. Субтитры создавал DimaTorzok Алина, сейчас, Гульнас, меня слышно? У вас получится включить презентацию, которая в прошлый раз была загружена в Телеграм? Сейчас я посмотрю, какой. Участники вы можете отправлять в свои домашки. Я жду. Насчет того, что если у вас не было, присутствовать, да, сможете, потому что сейчас мы будем говорить о том, как можно запускать Таргет. Это больше техническая часть, а вы потом можете посмотреть первую. Спасибо. Спасибо. Я так поняла, у нас домашек нет, да? Модератор может включить микрофон, может обсудим, почему они сделали домашки, или может какие-то недопонимания были. Хорошо. Да, недопонима, пока вы презентацию эту включаете. Всё, микрофон у всех работает, поэтому можете говорить. Так, ещё раз продублирую насчёт домашки, да? Помните, мы говорили, что надо эксиментировать свою аудиторию? Так, тут в чате пишут, только вчера отправили. Я, правда, не поняла. К сожалению, не успели. Бегаем, да, руку поднимает? Окей, хорошо, если у вас не получилось. Мы в тот раз с вами обсуждали, что такой таргет и какие факторы влияют. Это, получается, определение своей целевой аудитории, да, портрет клиента с помощью сегментирования. И плюс ещё правильный написанный оффер, чтобы правильно продавать. Сегодня мы будем проходить, получается, как запускать. Это техническая часть, получается, через Facebook. Да, да, слушаем вас. Мне слово дали. Здравствуйте, я Бегаем. Я взяла на продвижение страницу моего братишки. Они продают пылесосы. Вы, наверное, не слышали или слышали, не знаете, которые за 150 тысяч. А это что за пылесосы за 150 тысяч? Которые очищают воздух, где можно ковры дома очистить, мебель. Ну, всю технику дома может. В тот раз я запускала таргет, ну, продвигать, где кнопка. Прибыли подписчики, но, как таковой, продажи не было. И я хотела бы оффер, насчёт оффера задумалась, и я хотела бы именно акцентировать внимание на рассрочке. И, ну, там у меня было пылесосы в рассрочку для чистоты вашего дома. Такой оффер придёт? Ну, смотрите, пылесосы, они все и так для чистоты дома, да? Да, вот именно уникальность ваших пылесосов, это же не просто чистота. А именно какая чистота? Очищающая воздух. Ну, вот вы можете пылесос, который сможет, да, буквально там очистить воздух, помыть ковры, постирать ковры, скорее всего. То есть акцент на этом должен быть. Да, потому что все пылесосы, они, вот они тоже очищают, имеется в виду, они тоже для чистоты, да? То есть у них нет таких функционалов, но у них, получается, есть свои уникальности. И тут у вас из-за того, что чек большой, 150 тысяч, это немалые деньги. Да. Я, правда, не знаю, другие пылесосы сколько стоят. И, получается, вы можете, ой, вам надо здесь несколько раз на одну и ту же аудиторию прогресс делать, то есть все время напоминать, то есть макет будет не одинаковым, оффер будет не одинаковым, вы можете 3-4 оффера использовать. И вот, знаете, сначала вы говорите о себе, потом говорите, какие у вас уникальности есть, да? Потом вы говорите насчет рассрочки. То есть это вот бывает же, аида, да? То есть сначала у него появляется интерес, потом желание, вот в таком формате у вас должно идти. Потому что, когда пылесос стоит 150 тысяч, человек, он не будет вот сразу рекламу увидел и сразу купил. Он будет думать, он будет обдумывать. И вот в чатах правильно написали, и вы можете там расписать, сколько у вас функций, вот, например, 5 в 1, да, и что именно туда входит, 5 в 1 или 4 в 1, производство откуда. И вам надо вот на одну и ту же аудиторию несколько раз напомнить о себе, прогрев делать, и тогда вы сможете ли это собрать. Ну, это так же касается... И там, что новая аудитория идет не, ну, для взрослого поколения, да, как я поняла, потому что подростки там в 18 лет, они же не будут покупать пылесос себе. В 18 лет, скорее всего, они не будут, потому что они даже не знают, да, иметь в виду. Ну, им это особо и не нужно. Если это те подростки, ну, студенты, которые живут отдельно, но у них точно чек не 150 тысяч. А от 25 можете взять именно на девушек, которые замужем. Вот, они, возможно, задумаются. И выше взять. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо, потому что, ну, вот это так же касается, да, там машин, квартир, ну, вот таких дорогих продуктов. Здесь же будут думать люди, обдумывать. Да, да, вот. Один раз запустили, там этого не было результата. Да, у вас бюджет будет намного больше, чем у других, потому что у вас чек дорогой. Да, хорошо, поняла, спасибо. А у остальных? Ну, ладно, если нет, то не будем это время терять. Получается, смотрите, при запуске рекламы нам нужен будет Facebook. Facebook сейчас он прям, на самом деле, связан с Instagram. Я знаю, что многим не нравится Facebook, потому что интерфейс кажется очень тяжелым, либо непонятным. Мы туда буквально не заходим, да, потому что там скучно, там все время политику обсуждают, что-то в таком роде. Да, я понимаю это все. Но для нас персональный Facebook нужно, чтобы потом запускать рекламу. Сейчас есть моменты, где говорят, что в Instagram можно запускать рекламу, не привязывая к этому, к Facebook. Но у нас по Кыргызстану это пока еще не работает на всех. Поэтому Facebook, да, он нужен. Мы открываем аккаунт для нас. Смотрите, в Facebook есть вот персональный аккаунт. Это я, Елена Сулайманова, да. Это мой личный аккаунт, профиль. Но если я веду проект в Челдусе, да, к этому, либо там IT-черак, допустим, то у меня должен быть доступ к этой странице. IT-черак – это не будет профилем, это будет бизнес-страницей. И когда мне дадут доступ администратора, либо я сама открою эту бизнес-страницу, то тогда уже, как сказать, я имею право запускать таргет. Таргет мы можем запустить с помощью Инстаграма, через кнопку «Продвигать», через Ads Manager, это через Facebook. Либо же у Ads Manager сейчас есть мобильное приложение разработка, это вот реклама в Facebook называется. Мы вот с тремя способами можем делать. Чем они отличаются? Отличаются тем, что в Ads Manager очень много функций. То есть там можно лиды собирать, там можно конверсии делать, то есть там шире идет. В Инстаграме это очень легко, это очень просто. Там самое главное, чтобы ваши макеты и оффер были правильными. А так при запуске там особо трудностей нет. Так, насчет презентации можно уточнить? Модераторы, уважаемые, извините насчет презентации, потому что мне уже надо показать. Ага, Элина, сейчас, минуточку. Ну, насчет через кнопку «Продвигать», это многие, оказывается, говорят, что нельзя запускать, то есть это непрофессионально, это неправильно. Но это, знаете, индивидуально, то есть я не могу сказать, что это, возможно, непрофессионально для каркетологов, которые должны, да, получается, всеми аналитиками заняться, но вы как предприниматель, вы как SM-менеджер, вы можете запускать через кнопку «Продвигать». Если вы уверены, что ваша аудитория находится только в Инстаграме на платформе, только, как сказать, через сторис вам нужно, да, то вполне это допустимо, потому что тут самое главное, чтобы вы смогли найти боль клиента, это установить через оффер, и макет правильное подобрание, взяли рядом, получается, локацию, да, где они находятся, и все, мы уже можем, как сказать, через кнопку «Продвигать» запускаем. Потому что даже я, вот, получается, свои, не знаю, там, на свои консультации иногда, на свои, вот, онлайн-курсы я запускала через кнопку «Продвигать». То есть я таргет делала не через «Менеджер». И я находила своих клиентов, у меня были продажи. То есть это вот не надо убирать за счета. Также есть на платформе «Фейсбук» своя функция, да, там тоже есть кнопку «Продвигать», где вы можете показать это только для пользователей «Фейсбука». То есть это, видите, мы делаем такую узкую, да, сегментацию там тоже опять, и только для своих показываем. Таргетированную рекламу можно делать и в других социальных платформах, допустим, вот в «Твиттере», «Ютубе», «ВКонтакте». Сейчас это то, что в России закрывает, имеется в виду рекламная интеграция, не работает через «Фейсбук», «Инстаграм». Там все, получается, делают через «ВКонтакте». Это зависит от того, где ваша целевая аудитория находится. Для запуска таргета что вам нужно? Для запуска таргета вам нужна карта, банковская виза, либо «Мастеркард». Там, получается, при привязке мы указываем свое имя, номер карты и данные, которые есть, и плюс еще три цифры, которые сзади находятся. Это, получается, код. Многие у меня спрашивают, это у нас, получается, оплату не высчитывают, потому что мне карта привязана, но оплату до сих пор не высчитывают. Это, возможно, в том случае, что у вас банк еще не разрешил вам интернет-покупки. То есть есть вот такие мелочи, которые будут тормозить работу. Поэтому, когда вы открываете карту, сразу банку уточните, у вас подключены интернет-покупки или нет. Если нет, то надо подключить это. Насчет банков это бывает по-разному. Некоторые делают это онлайн, некоторым нужно ходить и на месте делать. Эль-карт не подойдет. У меня тоже часто бывают случаи, когда мне отправляют эль-карт. Эль-карт – это… Ну, тут уже международная виза нужна. Потом следующий момент, когда идут сбои либо блокировки. Блокировки идут в том случае, вот когда мы запускаем таргет. Смотрите, у нас есть… У Фейсбука, да, не у нас, у Фейсбука, у мета-компании есть свои правила. Есть свои правила, есть своя политика, где мы не должны нарушать их. И когда мы запускаем таргет, мы это принимаем. Наверное, мы все замечали, да, когда определенную платформу скачиваем, либо через что-то на какой-то сайт переходим, мы принимаем, да, вот эти их условия. Но мы читаем ли эти условия или нет, вот в этом вопрос. Чаще всего вот 98%, 7% не читают. Они просто нажимают галочку, и дальше все. Потому что если мы не примем эти условия, да, не примем эти условия, то дальше мы не можем пользоваться этим продуктом. И чтобы пользоваться, мы все галочку нажимаем. И вот никто не читает. Я тоже раньше не читала, а потом поняла, к чему это. Это к тому, что там, получается, все моменты указываются. Даже когда вы насчет Инстаграма либо ТикТока прочитаете, там есть моменты, что они могут отслеживать ваши, ну, ваши действия, да, кого вы лайкаете, ваши контакты, в вашей галерее, они получают доступ ко всем фотографиям, микрофон, камера, да. И из-за этого во всех соцсетях нам кажется, что мы пользуемся бесплатно, и это, типа, очень выгодно. На самом деле мы не пользуемся бесплатно соцсетями, а мы продаем свои данные. И эти данные они потом продают компаниям. Да, это не этот, не ФСБ, не ЦРУ, а именно такая коммерческая цель, потому что, видите, мы когда говорим, что нам нужны женщины от 25 до 40 лет, Facebook показывает именно этим женщинам, да, то есть вопрос откуда. Ну, как раз таки в этом случае, что мы, они знают наши данные, и они нам показывают. То есть мы тут сидим за наши данные бесплатно, бесплатно, и за счет этого видим рекламу. Кстати, есть еще такая функция, что можно отключить рекламу, то есть тут уже можно написать службу поддержки, чтобы вы вообще не видели рекламу. Да, очень много есть документальных фильмов, которые говорят про соцсети, но то, что касается Таргета либо рекламных инструментов, я вам советую прочитать эти правила. Там займет, не знаю, там от силы 5 минут. Я знаю, что они написаны мелкими шрифтами, и их очень много, но это тоже, знаете, вот своего рода манипуляция, что когда мы видим очень много, ну, очень много всего, да, написанного, у нас уже работает такая защитная реакция, и не хотим об этом читать. А там по факту слишком много воды просто. Если мы немного пройдемся, то суть быстро найдем. Это как договоры, да, вот, либо контракты. Там тоже же очень много ненужных слов, которые написаны, и чаще всего я вот, как у меня агентство было, то я знаю, что они даже не читают, просто подписывают. Для Таргета это прочитать, это все узнать поможет в том, что в дальнейшем, когда мы будем запускать рекламу, мы не будем нарушать эти правила, и нас не будет блокировать, да, потому что там даже, когда вы запускаете, да, вот, когда мы вот говорим же, вот, например, просто в Google написали, либо куда-то еще написали, что хотим туфли, а потом у нас туфли выходят. И вот это так и работает, даже вот через голосовые это может работать. Но мне вот буквально вот несколько дней назад задали вопрос, типа я об этом просто подумала, и у меня реклама выходит. Но на таком уровне еще невозможно. То есть если вам кажется, что вы просто подумали, и у вас реклама вышла, значит, вы где-то это уже кому-то лайкнули или посмотрели. Ну, прям вот так просто подумать и на уровне интеллекта выйти реклама, нет, еще до этого не дошли. Ну, так скажем, куда я согласна от этого. Потом, вот, получается, даже под квартиры, когда сдают, либо продают, запрещают моменты писать, что это продается только определенным людям, только для женщин, ну, не знаю, там, азиатам, да, либо только для славян. Вот такого рода нельзя писать, потому что это тоже нарушает политику. Вот. Да, вот вы можете некоторые моменты просто отключить, чтобы за вами не отслеживали, да, не отправляли какие-то опылки вот и разные рассылки. Так, можно, пожалуйста, момент пролистать, да, еще ниже, ниже. Вот сегментацию полностью закрыть. Так, еще. Еще. Тоже можем закрыть это, мы это в этот раз прошли. Вот, вот здесь получается, вот следующее можно, нет, а следующее. То есть вот на, говорим, когда вы, получается, это, да, реклама, какие есть способы, вот, вот Ads Manager. Ads Manager, что, что классно, вы можете здесь плейсменты по, это, да, пошире выбирать. Вы можете здесь даже, знаете, выбрать именно тех пользователей, которые пользуются просто этим айфоном, либо те, которые сидят на платформе, на девайсах Android. Либо просто выбрать тех, кто пользуется в определенной геолокации, допустим, вот только по улице Держинка, Держинка, либо в радиусах от одного до полтора километров, и кто пользуется в этом районе своим интернетом, либо Wi-Fi. То есть, видите, мы можем настолько этот индивидуально подобрать. Потом. Так, я что? Я извиняюсь, сейчас, минуточку. Ага. Презентацию Зина, я думаю, вам может высылать, вы можете там посмотреть. Так, еще ниже следующий этот слайд. Давайте мы так сделаем. Я вам просто расскажу, а вам слайд вышлют, да? Мне кажется, так будет легче. Да, давайте вот так сделаем, потому что из-за того, что не запускаем, мне тоже как-то сложно. Потом, вот, Ads Manager, что мы делаем? Мы туда заходим, мы туда заходим, мы выбираем цель. При запуске рекламы у нас обратно вот эта конвертная система обратно начинается. То есть, сначала мы должны знать, для чего нам нужна эта реклама. Когда ты спрашиваешь про цели, многие говорят, я хочу продажу, узнаваемость, поверие и так далее. То есть, у них уже несколько целей. Нет, для каждого таргета, для каждой рекламы нужна своя цель. То есть, за одну рекламу вы не можете одновременно не продать и узнаваемость получить и там контакты собирать, да? Нет, вы сначала, возможно, если вы новая компания, вот вы сначала на узнаваемость заедете, чтобы о вас узнали, что вы вашу рекламу увидели. Потом мы будем работать на то, чтобы вовлеченность была, чтобы они нас комментировали, сохраняли, лайкали, репост делали. А потом уже можем лиды собирать. Когда у вас будет четкая информация, то мы говорим, вот оставьте заявку, то тогда мы уже можем с вами связаться и дальше будем продавать и предлагать свои варианты, что есть у нас рассрочка, либо вы можете на данный момент по такой-то цене купить. Потом после этого, когда мы выбираем цель, вот узнаваемость, вовлеченность это больше как этот, да, вот вовлеченность это когда мы собираем вот лайки, комментарии, то есть люди вовлечены, эти пользователи, они не просто увидели ваше объявление, они вот вовлечены тем, что они какие-то действия делают. А узнаваемость они могут просто посмотреть, они увидят вашу рекламу. Охват тоже самое. Охват здесь делается максимальное количество людей, чтобы увидели. Когда вот лиды собираем, лиды, это получается интересующий пользователь, то есть потенциальный покупатель в будущем мы можем взять, и они могут оставить свои данные, чтобы вы смогли их обработать потом. Здесь тоже такие моменты бывают, что таргетолог хорошо настраивает рекламу, собирает лиды, но у компании бывает еще отдел продаж, который должна обрабатывать этих лидов. И если этот отдел продаж недостаточно хорошо обрабатывает этих лидов, то обратно же продаж не будет. То есть видите, здесь тоже командная работа, и от этого страдает сама компания. Поэтому если у вас вы работаете совместно с отделом продаж, то у вас должна быть совместная работа, вы тоже иногда должны следить и смотреть за тем, как они обрабатывают. Если вы это сами делаете, то мы должны развить эти навыки тоже, чтобы мы смогли коммуницировать с людьми и правильно продавать через телефон. Либо уже приглашать на встречи, показывать, какие у нас продукты есть. Потом мы начинаем создавать себе аудиторию. Также в Ads Manager есть такая функция, как обвит-тестирование. Обвит-тестирование – это когда вы не можете определиться со своим оффером, либо макетом. Мы тогда можем два макета поставить и по 5 долларов, по 10 долларов дайте бюджет, и он будет показывать одинаковую аудиторию. И кто больше набирает охвата, либо кто больше набирает вовлеченности, тот, значит, и хорошо работает. Но два разных макета – это не значит, что два совершенно разных макета. Там, возможно, у вас будет фон другой, либо там будет девочка, а там будет мальчик. Там будет на природе, а там будет в офисе. То есть у вас вот только одна деталь должна различаться. А то у нас часто бывает там совершенно разные макеты поставили, а потом еще думают, а почему этот не работает. Но чтобы мы смогли понять, вот это лучше, потому что здесь синий фон, а там красный фон. Либо здесь лучше, потому что здесь девушка с ребенком стоит, а там получается только ребенок, либо только девушка стоит. Вот такие это нейромаркетинг. Сейчас я с чат цвету. Про карточку я сейчас объясню. Сейчас, подождите. Я дойду и это тоже раскрою. Потом у нас следующий момент – это когда мы себе создаем аудиторию. Здесь мы также выбираем себе, куда мы будем показывать рекламу. Мы можем это показать либо по городу, по городу Бишкек, Талас, Ош, на рынок, либо мы можем на весь Кыргызстан, но тут мы должны понять, где мы находимся и где наша аудитория находится. Когда многие выбирают Кыргызстан, должны иметь в виду, что в Кыргызстане семь регионов и не все оттуда, не все из всех сел являются вашими клиентами. И зачем просто так сливать бюджет? Либо мы можем выбрать, получается, рядом людей, то есть наших соседей, которые находятся, либо только микро-ши по городу, либо только определенная часть города. Тоже такая есть функция, и это очень удобно. Допустим, салоны красоты, у них чаще всего бывает так, что те, кто рядом, они больше всего приходят. Либо кафешки, бизнес-ланчи, когда мы продвигаем, либо когда мы кондитерка, и у нас рядом нужно больше соседей, чтобы мы с конца города тогда другую точку не доставляли эти один торт, то чтобы... Вот. Потом, когда геолокацию точно выбрали, следующий момент, это получается возраст. помните момент, что когда возраст, многие как делают? Многие делают так, что сразу выбирают, они начинают выбирать возраст своей цели в аудитории, своего общего бизнеса, но про сегментацию забывают. Мы должны вспомнить, какой у нас сейчас макет, на какой сегмент мы делаем таргетирование. Тогда выбираем возраст именно этого сегмента. Как мы выбрали этот возраст? Это, возможно, от 25 до 30, либо от 20 до 30, я примерно сейчас говорю, только на них делаем акцент. Я знаю, что от 30 и выше у вас тоже есть клиенты, либо от 17 до 20 тоже у вас клиенты, но вот этот именно макет и оффер, на них работает или нет? Надо на это тоже смотреть. Потому что я чаще всего у себя вижу в рекламном ролике, там, знаете, для мамочек, для будущих рекламы. То есть у меня у самой нет ребенка, и я тупо могу пролистать это. Либо там для женской одежды, для моей мамы, либо для моей бабушки. У многих так логика работает, что я могу посмотреть для мам будет эта одежда, либо для бабушек, и я такая подумаю, типа, о, классная вещь, оказывается, для моей бабушки, я типа возьму на санитку. Но это очень редко так работает. То есть когда я вижу рекламу, я не буду думать, возможно, это подойдет для моей бабушки. И я чаще всего буду искать, когда мы будем для нее искать эту одежду. А вот, кстати, для молодых мамочек, либо вообще для мамочек, когда им показывают детскую вещь, это вот так и работает. Ну, как всегда, родители больше думают о своих детях, чем, наверное, дети о родителях. Либо там женщинам показывают мужские вещи, да, потому что они могут купить своим мужьям. Либо, наоборот, мужьям могут показать там женские вещи. Ну, это надо тестировать, и это такой рискованный вариант. Потом момент, когда касается пола, тоже выбираем себе нужный пол. Потом уже идет детальный таргетинг. Детальный таргетинг, когда мы выбираем их интересы, здесь есть спорный момент, что по СНГ у нас пользователи Facebook, они не такие, они не так пользуются, как в Европе, либо как в других развитых странах. То есть в других странах, так тут вопрос есть, да? А, нет. В других странах, получается, смотрите, мы как пользуемся Инстаграмом, то в других странах Facebook также пользуется, и они указывают все свои интересы, да, там блог ведут, отмечают, куда ходили, там друзей своих отмечают, и там можно по детальному таргетингу попасть в точку. А у нас это очень редко работает, и вы, когда будете запускать рекламу, я вам советую делать тестирование. То есть вы сначала делаете, один таргет можете попробовать с детальным таргетингом, указывая интересы, да? Вот если у вас кондитерка, то тоже указываем, да, какие интересы могут быть у вашего клиента. А один таргет мы запускаем без указывания интересов. И тогда мы можем, исходя из результата, понять, что из них больше работает. Потом момент, когда будет касаться нашего выбора публикации, что мы будем запускать рекламу, в Ads Manager есть такая функция, что вы можете продвигать существующую публикацию, которая у вас есть на странице, либо же туда закинуть макет, указать туда текст, и это запустить. И в этом случае, вы когда туда загружаете, бывает же, вы смотрите рекламу, увидели макет, вы переходите к ним на страницу, а этого рекламного ролика у них на странице нет. Вот это делается таким образом, что они специально загружают в Ads Manager, указывают туда текст, и этот рекламный ролик у них на странице не будет высвечиваться. То есть тут тоже вот можно два варианта указать. Потом после того, как мы выбираем себе публикацию, мы можем выбрать плейсмент. Да, плейсмент – это те места, где будут показываться наши рекламные ролики, либо фотка, ну, наша реклама. Здесь я вам советую сразу отключить такую функцию, как Audience Network, потому что это у нас пока не работает. Мессенджеры убираем, потому что Мессенджер – это отдельная платформа, но особо никто и не пользуется. Можем оставить вот Instagram, Instagram – это ленты, Reels тоже уберите, потому что Reels нас в Туркасстане не у всех поддерживает. И там можете еще убрать момент, если у вас, допустим, фото, то уберите там, где видеолента. Если у вас видео, то наоборот убираем обычные там статьи, потому что в статьях обычно видео не показывают. И также можем там расширено, вот как я ранее указала, там для пользователей iPhone, либо для пользователей Android. Кстати, еще вот здесь iPhone можно указать еще и по моделям, то есть какой именно iPhone вам нужен. Это тоже прям очень классно, либо для пользователей с Wi-Fi, либо без Wi-Fi, и также для пользователей смартфонов и компьютеров. Потом момент уже следующий, когда мы будем привязывать карту. Карту, когда мы привязываем, то есть еще раз повторюсь, нам получается нужна банковская карта Visa международная. Здесь мы указываем свои данные, это вот имя, имя, номер карты, срок годности и код, который сзади указан, это три цифра. Здесь получается первое, надо уточнить у банка, у вас карта подключена ли к интернет-услугам или нет. Если нет, то надо подключить. Если да, значит вы можете запускать рекламу. Потом, какие могут быть моменты здесь? Когда вы будете запускать рекламу другим, то есть клиентам либо заказчикам, либо компании, где вы работаете, я вам советую пользоваться их картой, то есть не своей картой, потому что в дальнейшем, если вдруг какие-то пени будут за недостаток средств или что-то еще, то с вашей карты будут вписываться, ну то есть очень много мороки. если вы со своей карты, со своим брендом, то вы тогда, естественно, на свою карту зайдите. Еще плюс такой совет от меня, вы можете для таргетированной рекламы, вообще для таргета сделать себе одну отдельную карту, чтобы у вас расходы, да, они не этот, не путались другими со своими и потом думали, да, куда мои деньги ушли. Потом момент бывает со сбоями, часто блокируют рекламу, либо там рекламный аккаунт могут заблокировать, либо не допустить вашу рекламу. Вот когда вы указываете карту и запускайте, то есть там уже модератор фейсбука проверяет вашу рекламную кампанию и в течение 20 часов он должен либо одобрить, либо не одобрить, да, в случае чего не одобряют, это когда вы нарушаете их правила, либо ваша публикация, ваш макет, он низкого качества. Если все окей, то все вас запускают. Еще какие моменты могут вас заблокировать, это когда у фейсбука бывают свои сбои, то есть тут уже вы можете попасть в этот момент, момент, когда вы нарушаете правила и момент, когда вы оплачиваете рекламу не вовремя. То есть вы говорите, что сейчас запускаете на 20 долларов, а при моменте, когда нужно списывать деньги, у вас на карте нет этих 20 долларов, и тогда уже раз, окей, он ничего не скажет, два, ничего не скажет, на третий раз он уже может вас заблокировать. Когда списываются деньги? Вот очень часто распространенный вопрос, деньги списываются по-разному у каждого, но чаще всего у Фейсбука, у экс-менеджера есть свой график, то есть определенное число каждого месяца. У меня, допустим, третье число каждого месяца, 3 марта, 3 апреля, 3 мая он у меня списывает. И к этому моменту, если у меня нет денег на карте, то, конечно, остается как долг на следующий месяц. И когда вот долго держится вот этот долг, у Фейсбука появились еще пенни, то есть он будет еще начислять пенни, я буду еще дополнительно платить за это. Потом момент есть, когда они могут списать сразу после показа рекламы, то есть бывает сразу списали 20 долларов, все окей. Либо некоторые делают так, что сначала списывают там часть, а потом в конце часть. То есть в любом случае, в любом виде они у вас спишут эти деньги. Тоже часто вижу моменты, когда говорят, что Фейсбук у меня деньги не списывает, значит можно эти деньги тратить. Нет, он не завтра, не сегодня, то есть все равно в конце месяца у вас потребуют эти деньги. Потом, как если вас заблокировали, ваш рекламный аккаунт заблокировали, что нужно делать? Если вас заблокировали, тогда мы можем посмотреть на наш рекламный кабинет, погасить получается весь ток. Если с вашей карты этот ток не списывает, то мы можем привязать другую карту, тогда возможно он спишет. Если никак не списывает, то вы можете обратиться в банк. Потом момент еще бывает, если вас заблокировали, то мы должны написать в службу поддержки, что мы не нарушили правила, то есть у нас все хорошо, еще раз посмотрите пожалуйста. И чаще всего сейчас еще в рекламном кабинете в фейсбуке они требуют, чтобы вы указали все ваши данные, указали как вас зовут, где вы находитесь, с кем работаете, почтовый индекс, то есть вот эти все информации они указывают и вы должны подтвердить свою личность, да, вот город, индекс, подтвердить свою личность с помощью вашего паспорта, там уже просят фотографии с паспортом, как банк также просит вот так, и когда они подтверждают, что вы отдельный, то есть вы уже настоящий Элина Слайманова, допустим, я, не какой-то фейковый аккаунт, то в дальнейшем у меня с блокировкой проблем не должно быть, и иногда еще требуют такое же подтверждение у вашей компании, это уже налоговые, это уже какие-то вопросы, такое очень часто распространяется, когда дело касается строительных компаний, политиков, либо там, знаете, социальный вопрос, это волонтерство, гражданский активизм, вот у них тоже часто такой вопрос обсуждается. Вот так, так у нас в чате вопрос. Так, с моей инстаграме страницы продвижения проводились на все 13 сход и оказывается, что можно делать? Вы имеете в виду, что вы, получается, запустили все три раза фотографии, и они одобрены или еще не одобрены? Если они еще не одобрены, то вы можете еще, ну, вы успеваете их удалить, а если одобрили, то до сих пор идет, то вы тоже можете это приостановить и удалить. а не одобрено, то вы просто это все удалите, не держите это, вам надо будет это все очистить. Вот. Потом мы после того, как рекламу отправляем, наша следующая задача, работа на этом не заканчивается, наша следующая задача это уже следить за результатом. Как у нас мониторить, как у нас идет реклама, сколько звонков, возможно у вас охваты будут высокие на платформе, но по факту продаж не будет. Поэтому держите связь с заказчиком, если это ваш продукт, то тоже смотрите, и вы должны постараться хотя бы к тому, чтобы продажи были, то есть звонки были, либо хотя бы вопросы были, подписки, то есть какие-то действия должны быть. Часто бывает то, что таргет настраивает очень хорошие показатели, но определенных действий никак нет. Это значит, что особо таргет не работает, вам надо менять тактику. И тут нет моментов, что только определенный шаблон работает. У вас бизнес индивидуальный, ваши услуги индивидуальны, и получается вы должны найти свое. То есть я всегда против всего этого шаблона, поэтому мы тестируем с помощью тестирования, только можем потом понять, что ближе к нам и что хорошо работает. Вопрос для таргетолога. Много практики нужно. Но достаточно практики нужно, потому что опять же вот эти технические вопросы могут возникнуть, вопросы с именем фейсбука могут возникнуть, плюс еще у каждого бизнеса получается есть свои подводные камни, их надо анализировать. Но вы можете, как сказать, это как называется, надо пробовать это все. Но я вам не советую, вот вы, например, два таргета успешно запустили, и все, я таргетолог, я профессиональный таргетолог, я беру деньги за это, и вы обещаете клиентам очень много подписок, очень много продаж. Нет, ребята, так не надо делать, это очень непрофессионально, плюс еще у вас два раза по сезону вдруг хорошо получилось, а потом третий, четвертый не получится, и вы будете потом себя винить в этом, и плюс еще, возможно, клиент разочаруется. Еще, кстати, запомните, таргетологи никогда не смогут обещать, вот сколько лидов будут, либо сколько денег нужно тратить точно за заранее никто не может говорить. Если вы только, например, по строительной части год работаете с разными строительными компаниями, у вас уже год, опыт работы в этой сфере есть, и тогда вы можете примерно закинуть. Без тестирования, без мониторинга и анализа вы не имеете права заранее давать какие-то прогнозы. Это такая ошибка фатальна. и многие вот так делают. Так, еще один вопрос. Ну вот, не надо работать так, что есть определенные схемы, шаблоны, да, и вы по этим шаблонам работаете. Везде нужна будет, так скажем так, везде нужен индивидуальный подход, и вы пока не почувствуете на интуитивном уровне, да, хватит, что-то вы сами уже хорошо анализируете и работаете, вот тогда вы можете обещать что-то. Но обещать это очень опасно, рискованно. Да, если вы начинающий кондитер, то вам надо в первую очередь свою страницу, посадочную страницу подготовить. Когда у вас своя страница будет готова, тогда можете таргет запускать. Если у вас посадочная страница не готова, ну нет, тогда не надо таргет запустить, просто вы можете съесть этот бюджет. Почему это важно? Потому что они будут переходить к вам на страницу, а у вас на странице недостаточно информации, либо недостаточно постов, либо они некрасиво оформлены, тогда человек может просто уйти. А это у нас как называется? У нас называется первое впечатление. Самый знаете, такой момент самый нужный. Вот так. Ну это получается по таргету, по запуску. Самое главное это на практике попробовать, потому что когда в теории мы говорим, это звучит легко, а для некоторых это очень тяжело, прям невозможно, и многие думают, что никогда я не справлюсь. Нет, такого не бывает, вы пока это на практике не попробуете, вы не поймете, на каком уровне вы находитесь, и вообще что это такое. Это наверное вот как например с кондитеркой либо с готовкой, мы когда рецепт читаем, нам кажется, что это легко, либо быстро можем сделать, а когда начинаем делать, мы понимаем, что оказывается подводных камней там тоже тоже много и вообще зачем затеяли эту тему. Карту можете удалить с рекламного аккаунта, получается, через Ads Manager, там есть такая функция как billing, и где billing вы можете убрать вашу карту, но когда вы удаляете свою карту, вы должны на замену уже привязать другую карту. Вот. Теперь давайте по вопросам пройдемся, у нас мало времени осталось. Альзада, можете вопрос задать, я вам включила микрофон. Здравствуйте, Здравствуйте, Елена. Да, здравствуйте. Я хотела спросить, обязательно надо этот таргет, да? у меня пока страница новая, я еще не начала бизнес. У вас ниша какая? Постельное белье я хотела. Ну, если у вас страница новая, прямо сейчас не надо, вот как я ранее говорила, вам надо сначала подготовить вашу страницу, подготовить свою систему, да, внутреннюю, а потом вы можете, потому что вы сейчас запустите рекламу, у вас нет, вот как вы говорите, страница новая, вы бизнес только начинаете и вы можете недостаточно хорошо обработать, не успевать, от этого тоже много негативов можно получить, но с этим тоже не надо тянуть, потому что с таргетом сейчас реально клиенты есть и у нас практически по миру 80% они покупают через Инстаграм. не успевать я не успевать они Я не знаю, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. Это о том, что ныне 가서 будут приходить, перех Customs. То есть решение для проектов обязательно. Для этого я претендер Япония лечит им свою bajку. Вы можете открыть профиль на наш марклодинге, но лучше не попадать в блокировку. Аккул рахмат. Да, не постарайтесь этот дешпел муганайга. Турсунай, да? Да, саамасы бы? Саамасыз бы? Суровым жазым еле жу перелиме қалды дай. 99 цент, 1 долларға жетпеген задолжение болып қалдырдан, төлі өйіндеп. Да, түлізм бол байдад, бұл, Расияда доллары жетпеген бүйде, бұл, бұл, бұл? Вот если түлім байдадса, вы можете бұл, 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 бұл түлісоз болады. Так, у нас еще будут вопросы? У кого еще есть вопросы, поднимите руку, пожалуйста. Мне кажется, нету больше вопросов. Тогда если нет, то в принципе мы можем тогда закругляться. Вот Толкун подняла руку. Толкун, я включила микрофон. Здравствуйте. Она хочет демонстрировать? Нет, если вы хотите, то есть карточка салмастырная, а вы к этому менеджеру. Вы можете снять карточку салмастырить? Вы должны это второй добавить, и в последние годы, и в последние годы. Если вы последние годы, то вы последние годы, и в последние годы. Так, Ген-Жей, да? Ген-Жей, я включила микрофон. Ген-Жей, я включила микрофон. Солмас, сэр бээ. Салау, чу-н Рахмат, чаш-шим алматыдарн алтавус. Мен суром, муча. Мен фейсбуктан постаны эмегираттэ. Емегираттэ. Вы задоорженэстоэппээмэ, сапшеннеггттырат? Мы большее, если вам инстагрэмм, у меня в сермэн, в следующий год по теме, я появлялся ангэрмэртэ. Если как раз виза-коптэм, ы выдал виза-коптэм? Ну, а фейсбуктан? Мога, фейсбуктан, эмегираттэршу, фейсбуктан сапшеннеггтаттэ у вас задоорженэстоэппээ. Рээсбуктан, Так, очень странно, значит рекламная компания Ахстан. Если это рекламная компания привязана Инстаграму, это будет влиять и это в дальнейшем заблокирует. Лучше погасить эту задолженность. Да, вот это озаривает строго волк, потому что очень много фейковых аккаунтов и очень много мошенников в Фейсбуке. Именно из-за этого компания Мета, они делают такие действия, меры. Аккаунты вы имеете в виду Инстаграм или Фейсбук? Инстаграм. Берили платформу или? Да, я сразу личный аккаунт, и второй аккаунт автоматически. А, ну это два разных страницы, да? Да, два разных страниц. Нет, нет, нет. Рахмат, Рахмат. Да, два разных страниц. Есть еще вопросы? Да, с Ролангстар Барбы? Был с Ролангстар Гутерпусинстар. Ну, если нет вопросов, то мы можем, это, очень большая просьба, чтобы вы завершили, получается, предыдущие домашние задания, доработали. Потому что и без этого, так сказать, без этого это очень сложно будет. И смысла нет, да, без этого запускать рекламу, просто продвигать, нажимать, это неэффективно будет. Надо работать не за количество, да, не для галочки, а для качества, чтобы результат был. Вот. Спасибо вам большое за урок, за то, что присутствовали, за активные вопросы. Вам всем успехов, удачи. Пускай у вас все получится. Это очень круто, что вы учитесь и вы стараетесь. Спасибо огромное, Элина, за урок. Вам было очень интересно, много информации, поэтому огромное спасибо. Да, вам тоже спасибо большое за возможность поделиться информацией. И надеюсь, у вас все получится. Ну, я вообще не то, что надеюсь, я уверена. Все, Танта, всем до свидания. Спасибо большое вам.